Всем привет! В этот раз ролик будет разговорный. Более того, я наконец пришел к тому, чтобы постараться осознанно находить и выделять некоторое время, поэтому скоро будут выходить и другие новые ролики с моей болтовней, и не только. Сегодня же под видом некоего предисловия, пока поделюсь некоторыми своими мыслями и взглядом на происходящее в информационной среде десктопного линукса, как домашней или игровой системы. На самом деле, я довольно долго откладывал, ждал и надеялся, что мне с моим опытом, оборудованием, голосом и так далее никогда не придется заниматься подобным. А на ютубе появятся какие-то новые интересные авторы, под чьими роликами в комментариях мне удастся ближе познакомиться и узнать больше вещей от аудитории и данной тематики. Уже и Steam Deck вышел как бы, но все не видно каких-либо качественных изменений в этом плане. Возможно, я плохо ищу, поэтому у меня будет просьба, если вы знаете какие-нибудь интересные каналы, пожалуйста, поделитесь ими в комментариях. А пока же на глаза попадаются ролики иного плана. Вот серьезно, по поисковому запросу Linux первым попадается вот такой развлекательный ролик, название которого не соответствует содержанию, а приводимые аргументы не выдерживают малейшей критики. В чем тут проблема конкретно? Лично мне видится ненормальным в том, что авторы уделяют достаточно внимания то, как выглядят их ролики, как они подают материалы и прочее, но затрачивают недостаточно усилий при подборе материала, из которого потом будет составляться смысловая нагрузка ролика. Иными словами, заметно, что иногда авторы как минимум плохо разбираются в том, о чем они собираются непосредственно говорить. Я не был свидетелем того, как происходит этот процесс, поэтому не могу сказать, в чем тут непосредственно их проблема. Тем более, что в каждом случае причина может быть разной. Недостаток времени, лень или явление описанное как «Думаю, что знаю». Вот если вернуться к примеру первого ролика, из него банально можно было бы сделать видео, соответствующее названию, в котором уделялось время текущим актуальным проблемам семейства Unix-подобных операционных систем на базе ядра Linux. И то же самое со всеми остальными, относящимися к рассматриваемой проблеме роликами. Я дико предполагаю, что такое положение дел характерно не только для тематики операционных систем. Но, вероятно, все, что я могу сказать по этому поводу, ребята, давайте постараемся. Что еще можно добавить? Я не осуждаю авторов, вообще старайтесь никогда не ругать самих людей, в отличие от их поступков в прошлом. Ошибку может допустить каждый, и иногда, чтобы помочь, достаточно просто указать на нее. Но вот недовольство уже самой личностью происходит из-за того, что это нельзя сделать в отношении ее еще не совершенных поступков. Другими словами, вы показываете, что не верите в такого человека. Я пока надеюсь, что все будет нормально, и все больше людей смогут повышать компьютерную грамотность зрителей до самых продвинутых степеней. Я очень часто слышу аргумент, обычный пользователь не обязан во всем разбираться. Это правда. Формально ни у кого другого нет прав требовать подобного от обычного пользователя. Даже больше факт, что вы вообще можете никогда не пользоваться компьютером, так как изначально нет такой обязанности. Но статус же совершенно свободного обычного пользователя изменяется только, если была какая-то сделка или договоренность. Я бы хотел сразу явно указать на один момент для тех, кто не знаком со мной. Лично я вопросами непосредственно мотивации не занимаюсь. Можете делиться своими мнениями, впечатлениями, оценками моих действий, но не спрашивайте, зачем вам ставить Linux? Ребята, если вы не знаете, зачем он вам, то откуда мне знать тем более? А если вы конкретно хотели узнать что-то другое, то про это и спрашивайте. Я пользую Linux, потому что мне это нравится. В совсем крайнем случае, если мысль о подобном не дает кому-то спокойно спать по ночам, я совершенно не против того, чтобы он придумал этому какое-то забавное оправдание и поделился им в комментариях. Ведь на самом деле большинство людей, и меня в том числе, не очень-то и волнует, как у операционной системы или дистрибутивом на самом деле лично пользуетесь именно вы. Более того, мне не совсем понятно, как именно люди оценивают свою ответственность, когда советуют тот или иной дистрибутив. Не забывайте, что на деле это всегда рекомендации каких-то отдельных лиц с соответствующими последствиями. Я считаю, что речь об осознанном выборе может идти и тогда, когда человек ознакомился с каким-то достаточным количеством материала по данному вопросу. На это и на помощь людям в каких-то ситуациях и будут направлены эти видео. Я надеюсь, теперь понятно, где тут проходит грань. Но если кого-то не интересует даже ознакомление с чем-то подобным, он всегда может не включать такие видео. Ладно, на этом пока закончу вопросы с мотивацией и вернусь к теме, что это нормально, когда обычный пользователь не может отключить клавиатуру от монитора. Ну, как бы нет, не нормально. То в какой степени пользователю необходимо минимально разбираться, зависит от ситуации, которая может быть навязана кем-то измне, суровой реальностью или же самим пользователем. Поэтому, как ни крутя, набор интересующих задач для разных пользователей, да еще и в разных ситуациях, будет различным. Я уверен, что если кто-то обратится к геймерам с вопросом по типу «Почему на моей NVIDIA 420 плохо идет Elden Ring на ультра-настройках?» В среднем, помимо насмешек, можно будет услышать разумительный ответ. Так что это всегда будет вопросом степени. И эта степень естественным образом повышается в ситуациях для людей, которые работают непосредственно в этой сфере или пытаются авторитетно рассказать о каких-либо вещах. Вот скажите мне, неужели действительно кто-то считает, что для канала с сотнями тысяч просмотров нормально выпускать материал, где в сценарии уделяется время моменту, строящемуся на том, что кто-то не понимает факта. Вычислительные ресурсы у компьютерной техники могут быть, ну вы знаете, не бесконечными. Неужели факт того, что вычислительные мощности компьютерной техники повышаются со временем, сегодня настолько скрываемая вещь? Ну, слов нет. Первый совет будет достаточно простой и, вероятно, будет применим не только в случаях, когда вы изучаете десктопный Linux. Пожалуйста, проверяйте свои источники информации. Довольно часто вижу, как задаются какие-либо вопросы или просьбы о помощи, и с этим обычно всегда есть две проблемы. Первое. Люди не могут корректно спрашивать, то есть не предоставляют важную информацию, которую необходимо давать вместе с вопросом. Когда происходят попытки достать эту информацию клещами, начинается оказание ожесточенного сопротивления людям, которые хотят им помочь, затягивая без того трудоемкий процесс удаленной помощи. Но тут особо ничего не поделать, так как если бы эти люди могли корректно работать с информацией, то, вероятно, и сторонняя помощь им понадобилась бы в исключительных случаях. Поэтому обычно все, кто откликается помочь, это понимают. Новички же. Вторая же проблема как раз. Иногда те, кто спрашивает, не подвергают ни малейшему сомнению компетентность того, кто дал ответ. Например, звучит уверенное, но это не работает на Linux. Или это же бесплатно, а что вы хотели? Тот, кто спрашивал, говорит, а, понятно, и уходит. Иногда читаешь историю переписок, видишь такое и думаешь, что это такое было. Я не ставлю целью оскорблять кого-то лично, но такого рода инциденты больше характерны для русскоязычных сообществ. Вероятно, это еще связано и с тем, что такие ресурсы открыты для каждого и не имеют какого-либо механизма фильтрации по основной операционной системе или что-нибудь на такой случай. В общем, первый совет, учитесь проверять свои источники информации, это будет полезным шагом на пути работы с информацией в целом. Хотя, конечно, каждый вален осознанно выбирать, хочет он слушать про то, что все плохо и ничего не работает, или про то, как кто-то делает те или иные вещи. Первая часть вступления была про важность владения основами, а вторая часть будет про крайности. И это уже больше касается некоторых зрителей. Ребята, вы уже и сами могли заметить, но читать некоторые комментарии или переписки людей, ну как минимум, крайне неприятно, а то и просто невозможно. Дать какой-либо совет, помочь, как-то повлиять или исправить ситуацию, вряд ли представляется возможным. Лично я против такого поведения и ничего другого по этому поводу добавить не могу. Остальным же хочется сказать. Это всегда довольно неприятно, когда на тебя вешают какие-то херлыки, просто потому, что где-то до этого встретили какого-то незнакомого мне человека и записали его в мои друзья. Просто из-за того, что он пользовался той или иной операционной системой. Не спешите вменять всем подряд коллективную ответственность, вряд ли из этого получится что-то хорошее. Возможно, крайность это какой-то признак увлеченности, поэтому я бы хотел обратить внимание еще на кое-что. Поможет мне в этом одна история. Когда я собирал материал для ролика, я случайно наткнулся на один сайт, где и нашел эту статью. В ней нет ничего смешного, скорее наоборот. Если честно, то лозунг «Развивай мифы» мне понравился, и в целом хотелось бы видеть больше качественного материала. Я не буду читать дословно. История заключается в том, что автор начал задумываться над вариантом перехода с Windows 7, который рано или поздно устареет, на какую-либо более свежую современную систему. И в конце концов, после продолжительного времени, выбор пал на не самый дружелюбный для новичков дистрибутив дебя. Далее описываются события ежедневных двухмесячных тренировок и некоторые проблемы с первичной установкой и настройкой системы на виртуальной машине. Потом, вместе с еще некоторыми подробностями из личного опыта, идут мнения уже сразу о всем семействе Unix-подобных операционных систем на базе ядра Linux и размышления о будущем. В заключении вывод и еще техническая подробность. Собственно, смысл всей статьи – неоправдание ожиданий. Я же увидел и хотел отметить хотя бы некоторые вещи. Первое – снова наблюдается самая популярная проблема, о которой я уже говорил ранее. Незнание основ и, как следствие, слабая способность самостоятельно проверять информацию. И в этой статье собрано несколько популярных ошибок, которые приводят к совершенно невероятным заключениям авторов. В общем, если вы не противник того, что знание основ иногда может помочь, то мы еще встретимся в будущих видео, где я буду подробнее высказывать свое мнение о таких вещах. Второе – в виде частного случая. Я хочу насолить или проучить Microsoft. Смотрите, Linux-дистрибутивы – это десктопные ОС, но они не копия Windows. И не только потому, что это трудно сделать полную копию, а потому, что эти продукты – производные различных подходов к разработке ПО. Но уже на этом этапе между ними случается колоссальная разница, которая для некоторых и является главным фактором смены одной ОС на другую. На самом деле, из-за фразы «я перешел с винды на Linux» обычно стоит немного большее, а именно миграция с проприетарной системы на открытую, где на самом деле неважно, с какой конкретной на какую конкретную. Просто сейчас так получилось, что Linux-дистрибутивы довольно популярны. Ребята, если вы хотите попробовать Linux не из-за того, что хотите пользоваться СПО, а исключительно из-за какой-то агрессии, ненависти, недовольства по отношению к какому-то другому продукту или компании, то, вероятно, вы что-то делаете не так. И вместо того, чтобы осознать фундаментальные различия, например, что вы получаете больше возможностей решать, когда и какой код будет получать управление, идет зацикливание, чаще всего на таких вещах, как «в Linux не хватает проприетарных решений, так ему никогда не стать Windows 2.0». Или «мне не подходит данное решение, и я не заинтересован в том, чтобы искать или создавать для себя подходящее». В общем, в таких ситуациях тоже есть некоторые моменты, которые необходимо рассматривать прямо-таки отдельными роликами. А пока скажу, что лично я не настолько резок, как некоторые из представителей движения СПО, поэтому я бы советовал все-таки как минимум не торопиться полностью забывать про такую вещь, как комфорт. Если вам действительно доставляет неудобства или никак не интересно пользоваться СПО, то не нужно бессмысленно как-то страдать, принуждать себя через силу или лишать себя чего-либо. Ведь на то вы и можете выбирать, поэтому это и будет только ваш выбор. Но пару вещей я так и не понял. Почему вывод об операционной системе по большей части основан на особенностях и проблемах виртуальных машин? Конечно, похвально, что подобная задача вообще ставилась хоть в каком-нибудь виде. Но какой такой материал необходимо изучать более двух месяцев, прежде чем начать пользоваться операционной системой? Напишите, может я чего не понимаю. Честно говоря, даже не помню, что бы когда-нибудь видел последнюю крайность и упорство автора на самом деле меня впечатляет. Сам бы я никогда не стал заниматься чем-то подобным из-за недостаточного количества свободного времени и преобладающим состоянием лени в момент, когда это самое время есть. Не говоря уже о последующей смене ОС. И напоследок будет второй совет. Если вы захотели попробовать альтернативную ОС, не торопитесь удалять свою основную систему. Особенно если у вас один компьютер. Или он не полностью находится только в вашем распоряжении. Бывало, я видел как люди писали, что у них один компьютер, но они уже снесли винду жесткого диска полностью, поставили линукс и теперь собираются с нуля изучать его. Честно скажу, никогда не делайте так. Это явно плохая затея. Понятное дело, что с компьютером дома для некоторых людей подобное может быть и не так уж столь критично. Однако нужно понимать, что если за этим компьютером были закреплены и возложены некоторые функции, то подобным действием вы можете ограничить доступ к ним. Например, вам неожиданно может что-то понадобиться, а вы еще не разобрались или не настроили это. Или скорее вы устанете с линуксом на сегодня и захотите отдохнуть сейчас. Но доступ к какой-нибудь той вещи, что вы хотели бы, у вас пока не будет и вы расстроитесь. И как мы убедились на предыдущем примере, переходы могут затянуться каким-либо образом, что тоже может оказаться проблемой. На сегодняшний день, вероятно, все же идеальным первым опытом пользования линукса будет его установка на виртуальную машину. Я на самом деле пока не собирался делать какие-либо ролики с наглядными пошаговыми руководствами. Но после того, как мне на глаза попалась эта статья, теперь, вероятно, одним из следующих будет ролик про установку какого-нибудь популярного дистрибутива на виртуальную машину. Но все же многое не ждите, так как на момент тех событий в 2017 году я сам только попробовал Ubuntu и на довольно долгое время вернулся обратно на Windows. А если посмотреть сейчас, то авторы роликов из тематики десктопного линкуса зачастую имеют первый опыт, которому более 7 лет, в то время как я обычный пользователь, который так еще и не дорос до 14 виртуальных машин. Теперь на этом все, и в этот раз я пожелаю удачи и вам, и себе. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Дима Торзок